Тумсо слышал, что наплел Соловьё во время поездки в Чечню, мол Ельцин не смог договориться с чеченским народом и начал войну, как будто Путин смог договориться, так что напал вторую войну еще более кровавую. Вчера увидел видео встречи первого президента Чечни с Ельцином и как он поставил ему ультиматум и посадил его напротив себя и как уверенно разговаривал с ним восхищен, честно говоря. Только это не первый президент, это как раз второй. Это был Зелимхан Индербиев. Я всегда мечтал стать российским наместником в Чечне. Понимаете, уже они подключили, муфтият, подключили всех, кого возможно, чтобы людей набирать, потому что нет желающих погибать в Украине. Это очень хорошо, это показательно. Один из центральных проспектов города Махачкала называется проспект Имама Шамиля. Как вы думаете, уважаемый Тумсо, это также признак российской оккупации Дагестана? Здравствуйте, Тумсо, я русский, давно смотрю ваши эфиры и ролики. Хотел у вас узнать, если бы вам предложили должность главы республики, но в составе России, вы бы согласились? Спасибо за ответ. Александр Николаевич, ну конечно, я только и жду этого предложения. Вся моя работа, она ради того, чтобы мне, значит, предложили, сделали такое предложение. Я всегда мечтал стать российским наместником в Чечне. Тумсо, слышал, что наплел Соловьё во время поездки в Чечню, мол, Ельцин не смог договориться с чеченским народом и начал войну, как будто Путин смог договориться так, что напал вторую войну, еще более кровавую. Ну, а что, вот смотрите, опять я вот вернусь к иллюзионисту. Вот в отличие от них, от всех, он говорит, да, говорит, я вру, постоянно, говорит, приходится это делать, ну такова, говорит, необходимость. Вот Соловьёв, он врет, но не признается, он не говорит, мне приходится врать, потому что такая необходимость, потому что мне за это очень хорошо платят, моя жизнь как бы обеспечена благодаря тому, что я вру. Он так не говорит. Это еще раз нам показывает, то есть в сравнении мы можем оценить иллюзиониста, хоть это и, конечно, птичка не того уровня, как Соловьёв, но тем не менее, подход совершенно другой. Кстати, вот после того, как сейчас появилась эта архивная съемка иллюзиониста, как бы она не сказалась плохо на его карьере, а то Катыров может подумать, ну все, это уже дискредитировавшая себя личность, надо его менять. Я надеюсь, его это не постигнет, и он дальше будет нас радовать вот подобными разоблачающими их же самих роликами. Вчера увидел видео встречи первого президента Чечни с Ельцином, и как он поставил ему ультиматум и посадил его напротив себя, и как уверенно разговаривал с ним восхищен, честно говоря. Только это не первый президент, это как раз второй, это был Зелимхан Индарбиев. Он был вице-президентом у Джохара Дудаева, и когда Джохар Дудаев погиб, то в должность вступил Зелимхан Индарбиев. И да, он посадил Ельцина в итоге напротив себя, и это, конечно, на весь мир эта ситуация прогремела. Это был очень-очень важный такой политический, политическая такая дуэль, это, знаете, такая схватка была политическая, в которой не важно было, что там дальше они будут говорить, к чему они там придут, о чем договорятся. Плевать, это никого не интересовало. Самое важное, это была картинка. Нужно было показать по замыслу российских политтехнологов, стратегов, тактиков. Они должны были показать картину, как во главе стола в качестве орбитра сидит российский президент, а, значит, напротив друг друга сидят двое, два чеченца, один, типа, пророссийский, другой антироссийский. Это получилось бы, что это вот такая, значит, борьба чеченского народа внутри себя, типа, оппозиция, борется с действующей властью. А вот Россия, как орбитр между ними, значит, решает вопрос, типа, это вот такой вот внутренний, вообще такой локальный конфликт. А Яндербиев это очень быстро, как бы, эту тему распознал, вот что, значит, говорить, вот что, значит, иметь лидерские качества. Лидерские качества – это оперативная реакция на какие-то моменты, да, какие-то экстренные ситуации, которые происходят. Лидер, он моментально ориентируется, он понимает, что нужно делать. Вот Яндербиев обладал этими качествами, он моментально эту всю тему схавал, как только туда вошел, и сразу же поставил условие, что он не будет садиться более замысла. И в итоге получилось так, что картину весь мир увидел, как сидит с одной стороны президент Российской Федерации, а с другой стороны президент Чеченской Республики Ичкерия. Не какой-то бандит, понимаете, не какая-то там оппозиция. А двое глав двух государств, воюющих между собой, решают вопрос. Поэтому и всем было плевать, о чем они там договорились, вообще неинтересно. Зачем Кадырову 3-й батальон Севера Ахмат, видимо, после сообщения о том, что в Чечню планируется нападение, опять же, откуда? Слушайте, я считаю, что в России сейчас, ну не хотят они, понимаете, назвать войну войной, официально объявить мобилизацию, там все вот эти ограничения, которые действуют при военном положении, они этого делать не хотят. Поэтому им приходится какие-то другие предпринимать меры для того, чтобы пушечное мясо отправлять в Украину. Как вы понимаете, сейчас желающих, не то что там, в Чечне, а вообще по России, не так много. Если говорить локально о Чечне, то чеченцы сейчас не хотят, те, кто желал реально туда поехать добровольно, они уже туда отправились, кто-то вернулся, кто-то там остался навсегда, либо вернулся грузом 200, либо искалеченным вернулся. То есть все, реальных добровольцев больше нет. Тогда начинаются какие-то ухищрения, типа, значит, мы слишком много туда желающих отправили, они вот уже воюют, и у нас тут не осталось, значит, полиции. Поэтому давайте приходите к нам работать в полицию, мы вас никуда отправлять не будем, просто вот нужно будет, значит, следить за порядком в республике. Но чеченцы понимают, что это уловка, что как только они устроятся на работу в полицию, их отправят туда пушечным мясом. Поэтому даже туда люди идти не хотят. И теперь начались ухищрения для того, чтобы люди шли, значит, устраиваться на работу. И мамы в мечетях сидят и рассказывают, вот, мол, вы там жалуете, что нет работ, вас зовут на работу, а вы туда не идете. Понимаете, уже они подключили, муфтият подключили всех, кого возможно, чтобы людей набирать, потому что нет желающих погибать в Украине. И это очень хорошо, это показательно. Эти батальоны, которые формируют, я думаю, формируют как раз для того, чтобы отправлять в Украину погибать. Один из центральных проспектов города Махачкалула называется проспект Имама Шамиля. Как вы думаете, уважаемый Тумсо, это также признак российской оккупации Дагестана? В Чечне есть улицы имени Байсангура Беновского, есть целый район имени Шейха Мансура. Говорит ли это о чем, о чем ли, ну, типа о том, что эти республики не находятся под оккупацией? Ну, конечно, нет. Это говорит лишь о том, что этим наместникам, поставленным сегодня Россией в этих регионах, на этих землях, им нужно давать какие-то аргументы, чтобы они этими аргументами козыряли. Без них, то есть, если бы не было России, были бы у нас улицы и площадя там имени наших героев? Да, конечно, были бы. И районы бы и так же назывались бы. Да, безусловно, так и было бы. И они это понимают. И они понимают, что народу это нужно, что народ любит этих героев, они это знают. Поэтому что они делают? Они говорят так, вот здесь вот поставишь крест псковским десантникам, вот здесь назовешь улицу имени псковских десантников. Ну, или не говорят даже здесь, а говорят просто назови там где-нибудь улицу. Значит, назови улицу имени генерала Трошева. Понимаете? Либо он это делает, ему, может быть, не указывают, давай вот этим именами, а он это делает сам, выбирая каких-то деятелей, сам называя их именами, чтобы потом дать народу вот этот вот пряник. Назвать улицу имени шейха Мансура или район имени шейха Мансура. А когда там ему скажут, например, какие-нибудь наподобие Рогозина, чуваки там, скажут, почему, значит, позволительно им называть, а они скажут, ну, мы видите, мы ведь вот здесь вот назвали улицу имени псковских десантников, вот тут им крест поставили. Нам перед народом тоже нужно что-то делать, чтобы они как-то не сильно по этому поводу бунтовали, чтобы нам было чем апеллировать, когда нас называют предателями. Поэтому, ну, дайте нам тоже эту возможность. Им ее дают, поэтому в Дагестане там появляется улица имени имама Шамиля. Кстати, она там, по-моему, давно, насколько я понимаю. Ну, и плюс вы еще должны понимать, что есть огромная разница между имамом Шамилем и тем же Байсенгуром Бенойским, так как личность самого имама Шамиля для России она тоже вполне приемлема. То есть им, так как он был у них, ну, сдался, был у них почетным там пленником, проживал в Калуге, там, переписка с царем, присяга и все вот эти вот моменты, это не такая личность, которая, в честь которой нельзя там, допустим, назвать улицу. Это не сепаратист, который там погиб за идеей свободы, понимаете? Поэтому это не столь актуально. Вот если бы они назвали улицу в честь Гази Мухаммада Гимринского, вот это вот уже более серьезный инцидент. Или там район назвать в его честь, село его назвать в его честь, понимаете? Вот это человек, который погиб в борьбе с ними. Но они даже такие вещи будут позволять, так как рядом будет улица имени Сталина, памятник Сталину, площадь, там, Ленину, понимаете? А, ну и самый главный аргумент я забыл. Проспект Путина у нас прямо в центре Грозного имеется. Субтитры подогнал «Симон»